За 80 За 50 Их флюст Сегодня присутствует немецкая делегация у нас на концерте. Давайте их поприсутствуем. Карл и Гудрун Вольф из Мюнстера. Знаете, я Эльдару Александровичу спел на русском языке. Он говорит, молодец, какая у тебя хорошая новая песня-то. Я говорю, здрасте, Эльдар Александрович. Какая новая песня-то? Этой песней-то уже больше 20 лет. Новая песня. Я подарил же вам весь этот Митяев 50. Там же 14 альбомов. Говорю, вы что, не слушаете их, что ли? Он мне говорит, а ты мои книжки читаешь? Он мне подарил 8 толстых вот таких книжек. Я уже 5 прочитал. Но иногда натыкаюсь на какое-то, что вот не знаю чего-то. И я понял, что есть люди, с которыми я познакомился позже, чем стал писать песни. И в концерте можно открывать такую страничку. Забытые мелодии. И сегодня я с удовольствием вспомню нашу поездку в Южную Африку. Как мы туда попали, это отдельная история. Тоже через Германию. Но были мы там довольно долго. Зимой. Плюс 40. И, знаете, писалось почему-то хорошо про полярников и про актрис. Она была актрисой, а он простой полярник. И каждому понятно из этой маяты Обычно не выходит ни тортик и ни пряник. Дай бог, чтоб все и не стряслось беды. Тем более, что оба давно уж и не свободны. И он всегда в разъездах, а навсегда с другим. А наставления мамы здесь вовсе не пригодны. Закон стихийных бедствий пока не объясним. Причем большие чувства не в радость, если дети. Гуляние с собакой, ей все труднее врать. Зачем они приходят, никто вам не ответит. Но все уже случилось. И что теперь гадать? И так он спал на льдинах. Она в Москве играла, с подружкой выпивала, Которая поет. Но все это лишь краем, а в целом ожидала. И не было другого занятия у нее. А он все ждал, что север разлука и морозы Забелят ненормальный желаний карнавал. Нет, прямо с самолета он покупал ей розы И мчался на спектакль, хотя бы на финал. Это не моя музыка. Альбинони. Вот моя пошла. Та-та, та-та-та-та-та. А чем все завершилось, мы, видно, не узнаем. Ни из моих фантазий, ни от каких старух. Но Эрих Фром заметил Нурхабен-Одер-Зайн. И видно, так и вышло у них одно из двух. Вот, ну, Костя Тарасов сразу мне сказал, гитарист, он сразу сказал, я ему первому исполняю то, что написал. И он мне говорит, вот это в конце ты зря. Вот какая-то философия пошла, там что-то на немецком языке. Он говорит, это вот простые люди не поймут. Ты начал хорошо, начал хорошо так жизненно. И надо было как в жизни, так и заканчивать. Я говорю, а как, если в жизни такая история, как заканчивать-то? Он говорит, если в жизни такая история произошла, надо постараться не встречаться некоторое время, а только перезваниваться. И оно само постепенно отойдет. И рассказал похабный анекдот. И я этот анекдот со сцены ни разу не рассказывал. Вот сколько лет прошло, но со сцены, но неудобно. Понимаете, вот. Хотя, когда мы в Америке выступали, они говорят, а вы со сцены сойдите, да и все. Ну, в общем, я переписал финал вот такой. И на цветном бульваре, бессовестно целуясь, они встречаться стали все реже, а потом лишь изредка звонили, по-прежнему волнуюсь, чтоб кто-то не услышал о ней или о нем. Вот, ну, Костя сразу сказал, Костя сразу сказал мне, сразу сказал, что и все? Он говорит, я вообще не подозревал, что у тебя с фантазией так небогато. Ну, что же ты? Ну, если ты пошел на поводу у слушателя, давай напиши что-нибудь про нас, про гитаристов. Напиши что-нибудь про спонсоров, чтоб мы куда-то песню пристроили, там, когда приехали. А то что ты сразу? И все. Ну, что? Вот, я переписал финал вот такой. А дальше все по кругу, развод в суде районном, и неотложка маме, и поиски жилья. Потом опять на время покои в быту законном, гуляние с собакой и крепкая семья. Потом гастроли в Ялте, купание ночами, и встреча с гитаристом одним из трусковца. Подружкина квартира История с ключами Полярника догадки И это без конца Вечная история Панк Империал